Ситуация на заводе по переработке сои в Новой Каховке до сих пор не изменилась. Неизвестные продолжают находиться на территории предприятия, исполняя роль охраны, хотя это и не мешает производственному процессу. Напомню, на прошлой неделе на территорию завода прибыл из столицы следователь Генеральной прокуратуры в сопровождении группы людей в Балаклавах. И вот сегодня мы получили правовую оценку его действий. Все подробности в материале. Абсурдная ситуация по якобы смене охраны на заводе по переработке сои длится уже около недели. Поменять квалифицированных секьюрити на людей в растянутых спортивных штанах, кроссовках, балаклавах и с палками в руках решил прокурор Главного следственного управления Генпрокуратуры Александр Буковчаник. Судебные тяжбы с бывшим собственником, который утратил предприятие из-за миллионных долгов перед банком, длятся уже не один год. На днях под предлогом провести осмотр предприятия как вещественного доказательства Буковчаник посодействовал введению на территории завода неизвестных людей, которые по договору должны убирать снег, а не предоставлять охранные услуги. И хотя предприятие по факту продолжает работать без перебоев и с выполнением плана, молодчики спортивной внешности продолжают шататься по комбинату и территории завода. Ведут себя неадекватно, порой агрессивно. Есть решение судов и в последнее время Генеральная прокуратура, видимо, точнее отдельные должностные лица Генеральной прокуратуры решили взять на себя функции судов и не ждать, пока суды рассмотрят тот или иной спор, а быстро принять самостоятельное какое-то решение, кто является собственником и кто должен владеть этим заводом. Ознакомившись с последними решениями суда, Иляшев считает, прокурор превысил свои полномочия. По судебному решению следователь имел право провести осмотр, но не более. По факту Буковчаник, не имея на то судебного ходатайства, решил действовать самостоятельно. Рождается еще документ следователя, который решает вопрос, признать этот завод вещественным доказательством и поручает бывшим собственникам это вещественное доказательство хранить. То есть фактически забирает у одних и передает другим. При этом такое изъятие передачи происходит не в судебном порядке, не суд решает спор и одной своей подписью меняет лицо, которое владеет этим заводом. Соответственно, провоцируя всех на силовое решение вопросов, показывая всем, что зачем ждать решения судов, что решения судов можно игнорировать. На такие действия прокурор мог пойти, не исключая юристы, имея личный интерес в этом судебном процессе. Ну, учитывая еще и поездки на самостоятельные, в такую даль, при очень большой загрузке генеральной прокуратуры, ну, есть сомнения в его незангажированности, его беспристрастности и исключительно правовом подходе к решению этого вопроса. Думаю, тоже это будет предметом анализа и изучения. Вот такую характеристику событиям дают известные юристы. В свою очередь мы ожидаем комментарий от Генпрокуратуры о правомерности процессуальных действий прокурора Александра Буковчаника. Мы дальше продолжаем следить за развитием событий на предприятии. Александр Васильевиченко, Василий Миновщуков. Подробности специально из Херсонской области.